Три секрета основных, чтобы хорошо и много продавать. Какие это секреты? Три секрета основных, чтобы хорошо и много продавать. Я считаю, что маркетингом надо заниматься и не стесняться, скажем так, делать какие-то такие немножко шокирующие акции. Например, мы на выставке отечественных материалов сделали стенд по подобию передачи «Голые смешные». Туда запихнули девчонок топлис, люк открываешь, там девчонки. Соответственно, собрали, несмотря на то, что у нас был маленький стендик 10 квадратных метров, собрали там, я не знаю, ежедневно. Ну, как мы проводили эту акцию, мы ее трижды проводили за день, то есть где-то человек по 120 собиралось за раз возле маленького стендика. И потом вся выставка об этом еще и разговаривала, и мы там приезжали на другие выставки. Нам говорят, ребята, а вот там вот были такие классные парни с люками, которые показывали девчонок. Мы говорим, а, мы не знаем таких. Ну, собственно, и такая молва пошла уже, интересно. И вот чем больше таких, скажем так, недорогих, бесплатных маркетинговых ходов будете делать, то есть я считаю, что это, наверное, первое. Второе, наверное, людей надо правильно как-то подбирать, которые любят продавать и умеют продавать, собственно, и которые… Самое главное, чтобы они были лояльной компанией. То есть они могут быть даже там не семи пядей во лбу, но самое главное, чтобы они работали. Приходили, работали, выполняли свою работу, звонили клиентам, ездили к ним обязательно, встречались с ними, общались, ну и побольше улыбались на самом деле, потому что многие у нас не умеют со стороны улыбаться на самом деле. Третий совет – это делать качественную продукцию, потому что на самом деле кто-то говорил из умных людей о том, что в нашей стране практически отсутствует конкуренция. Достаточно делать просто хорошую вещь, и ее будут покупать на самом деле, потому что на рынке очень мало кто делает что-то хорошее.